Привет, друзья! Сегодня мы полностью разберемся в ультрабуках. Сейчас они набирают популярность. Согласитесь, удобно иметь компактный компьютер всегда под рукой. Проанализируем рынок портативных лэптопов и сделаем выводы, стоит ли сейчас брать себе ультрабук или включить ждуна. На связи МК, говорим про ультрабуки. Поехали! И начнем, пожалуй, с самого важного тезиса. Брать или не брать? 50 на 50. Как встретить динозавра на Красной площади? Поэтому мы приведем доводы обеих сторон, тем самым дав вам возможность решать самостоятельно. Доводы за надо брать сейчас максимально просты. Хватая мешки, вокзал уходит. Из России сейчас ушли очень многие крупные производители электроники. Даже дружественный Huawei чистит свои магазины приложений и прекращает поставки телекомоборудования. Плюс курс доллара. За последние месяцы он рисовал такие башни, но сейчас вроде вернулся на исходную. И цены пошли вниз, изредка даже до февральского уровня. Страшно, очень страшно. Никто не знает, сколько продлится эта шаткая стабильность и что нас ждет в будущем, когда кончатся складские запасы техники и смогут ли челноки натаскать в страну нужное количество. Поэтому имеет смысл не затягивать с выбором и взять себе портативную рабочую машинку из того, что есть. Но есть и другие 50% квантово запутанного динозавра. Так получилось, что текущий кризис случился очень не вовремя. Хотя когда это кризисы у нас случались вовремя. Дело в том, что раз в 5-7 лет в компьютерах случаются качественные рывки производительности, которые существенно меняют расстановку сил на рынке в ближайшие несколько лет. И очередной скачок происходит прямо сейчас. Например, в 2011 году пошли легендарный Intel Core 2-го поколения, с неплохой интегрированной графикой, на базе которых и стали создаваться первые действительно мощные ультрабуки. В 2017-м мир увидел 4-ядерные процессоры Intel с теплопакетом всего 15 Вт, что опять же перевернуло мир компактных лэптопов. Прошлые топовые двухъядерные Core i7 резко стали современными Core i3. Чуть позже на этот балл заявилась и AMD с мощными Ryzen и крутой встроенной графикой Vega. И вот наступил 2022 год, и Intel, и AMD перевели свои мобильные процессоры на действительно новую память DDR5, которая, в отличие от DDR4, во многом инновационная. Например, дает двухканальные режимы работы на одном модуле. Также очень сильно выросло количество ядер. Если раньше даже в быстрых ультрабуках Intel предлагалось только 4 ядра, то теперь свежий Intel Core i7-1280P предлагает аж 14 штук. Да, большая часть из них будет энергоэффективными, но все равно прирост производительности доходит до двухкратного. AMD тоже не отстает, и хотя ее новый Ryzen 6000 предлагают всего лишь 8 ядер, свежая интегрированная графика Radeon 600M на той же архитектуре, что и текущие видеокарты красных, предлагает временами уровень чуть ли не GTX 1650. И это встроенное в процессор видеоядро. Я напоминаю. Что все это значит? Взяв ноутбук на таком действительно новом железе, можно будет не задумываться об апгрейде на долгие годы вперед. Вспомните, сколько на рынке жили процессоры на Skylake. Едва ли новая архитектура Intel с большими и малыми ядрами продержится меньше. Конечно, это не означает, что прогресс остановился, он будет идти дальше, но скорее на количественном, а не качественном уровне. Более того, это отлично понимают и производители лэптопов, создавая под абсолютно новое железо новые линейки. Например, под свежий Ryzen 6000U компания Lenovo готовит ThinkPad Z серии первого поколения. ThinkPad Z, seriously? Наверное, сейчас только китайцы могут выпускать такие громкие названия. И именно поэтому нет смысла сейчас брать ноутбуки на Intel 11-го поколения или Ryzen 5000. Да, никто не спорит, это мощные машинки, едва ли у них будут проблемы с серфингом в интернете или редактированием фото, другой офисной работой в ближайшие несколько лет. Но посудите сами, вот выложите вы сейчас 1000 долларов за модель с 4-ядерным Intel Core i7 11-го поколения, а через пару месяцев на рынке появится ее обновленная версия с 10-ядерным Core i5 12-го поколения, которая обгоняет вообще все мобильные камни предыдущего поколения, да еще и стоит дешевле. Есть ли в таком случае смысл подождать? Еще бы. Окей, о прекрасном будущем помечтали, давайте вернемся в суровое настоящее и посмотрим, что можно взять здесь и сейчас, не продав при этом последнюю почку. И если вы пробежитесь по ассортименту большинства крупных магазинов, то у вас возникнет вопрос, а где та грань между ультрабуками и мультимедийными ноутбуками? Как видите, у меня на столе нет никакого ультрабука. Я могу поставить вот этот Mac, это хороший пример ультрабука, но мне не подходит, потому что это macOS и это ARM. Но производительность, автономность, экран, звук вообще без каких-либо нареканий, поэтому это хороший ультрабук как пример. Но давайте будем честны, ставить винду это особый вид извращения. Да, хороший ультрабук, но многие привыкли к винде, поэтому не всем подойдет макбук и не все готовы столько платить за портативный компьютер, поэтому давайте разбираться в более доступных решениях на винде. Раньше у ультрабуков были простые критерии. Небольшой вес и хороший экран. Но теперь даже за 30-35 тысяч рублей можно найти 14-дюймовый ноутбук с Full HD IPS матрицами и весом в полтора килограмма. Так что пора вводить новые критерии. И первый это универсальность. Есть такой замечательный борт USB-C. В одном из прошлых роликов мы его ругали за то, что внутри него могут быть реализованы различные протоколы, но снаружи это никак не будет понятно. И самый главный его плюс в том, что он становится универсальным зарядным портом. Его ставят и в смартфоны, и в планшеты, и в наушники. И да, в ультрабуки. Это и есть первый важный критерий. Наличие USB-C порта с возможностью зарядки. Ультрабук это портативное устройство, которое часто берут с собой. И проприетарный зарядник это неудобно и лишний груз. А вот наличие зарядного USB-C позволит и легко раздобыть зарядку вне дома, и зарядить с ее помощью еще и смартфон. Так что проприетарные зарядки с кучей неподходящих друг другу коннекторов оставим дешевому сегменту. Хотя, конечно, тут хватает и неудобных вопросов к производителям. Почему, например, в смартфоны за 10 тысяч рублей USB-C ставят, а в ноутбуке вдвое дороже нет? А если вы еще хотите, чтобы он был зарядным, готовьтесь отдать минимум 40 лет. И то в таком случае порт будет, а зарядки не будет. Вы правильно поняли. В комплекте с ноутбуком будет проприетарный зарядник под круглый разъем. За честную схему USB-C плюс соответствующий зарядник придется выложить не менее 50 тысяч рублей. Что еще важно для портативного лэптопа? Конечно же, это экран. Почти все производители уже избавились от ужасных тен матрицы. Сейчас такие экраны удел уж совсем дешевых ноутбуков за 20-25 тысяч, где кроме дисплея хватает других причин его не брать. Например, 4 гигабайта ОЗУ без возможности апгрейда и двухъядерные Celeron, на которых запуск десятки уже подвиг. Так что да, сейчас даже в сегменте 30-40 тысяч рублей TN не особо частый гость. А дороже 50, многие портативные лэптопы идут с IPS и даже OLED. И это отличная новость, за исключением одного важного но. Дело в том, что нередко в лэптопы за 35 и 65 тысяч ставят IPS-матрицы одинакового и не самого высокого качества. Если в паре с Pentium IPS-дисплей с плохой цветопередачей за светами и небольшой яркостью не выглядит дико, в лэптопе с мощными шестиядерными Ryzen и тонком корпусе уже выглядит банальной экономией со стороны производителя. Так что если раньше работал критерий видим IPS-берем, то теперь стоит внимательно смотреть на его характеристики. И первый показатель качества это цветовой охват. Видим уровень 40-50% от NTSC, оставляем такую матрицу для мультимедийных лэптопов, она хороша лишь для потребления камрипов с торрентов. Годные панели начинаются с 70% охватом NTSC или 100% sRGB. К тому же следим за реальной яркостью, которую можете узнать из обзоров. 200 кандел на метр хватит разве что дома посмотреть кино и желательно не рядом с окном. 300 кандел на метр позволит уже работать в офисе при ярком свете ламп. Ну а на улицу меньше чем с 400 кандел на метр лучше не выходить. А вот все остальное уже вторично. Небольшое время отклика абсолютно не важно, ультрабуки берут не для активных игр. Аналогично 90 или 120 герцовые матрицы, они конечно сделают картинку ощутимо плавнее, но в видеоредакторе это вам никак не поможет. А вот время работы от аккумулятора такие быстрые панели ощутимо сократят. Также имеет смысл забыть про безумные 2К или 4К на диагоналях 13-14 дюймов. Мало того, что Windows не самым лучшим образом работает при масштабе в пару сотен процентов, так еще и нагрузка на видеокарту будет ощутимо выше, с печальным итогом для автономности. А вот разница в качестве картинки в сравнении с Full HD будет минимальной. Последнего вполне хватает даже на 15 дюймов. Окей, с матрицами тоже разобрались качественно, яркой и Full HD IPS панели хватит всем. Что еще остается? Конечно же это производительность, о которой мы много говорили в начале ролика. И вот тут просто разбегаются глаза. Есть и Celeron из 2015, и быстрый восьмиядерный Ryzen. Ну а уж среднестатистических Core i5 не берется с десяток моделей. Какие тут самые важные критерии выбора? Для начала забываем про всякие Celeron, Pentium, процессоры на Skylake и Zen. Их золотая эпоха давно прошла. Сейчас актуальный минимум это Core 10-го поколения с индексом G и Ryzen на Zen 2. Во-первых, эти процессоры на свежих архитектурах на 10- или 7-нанометровом техпроцессе с приростом по одноядерной производительности вплоть до 20% относительно предшественников. Во-вторых, с быстрой графикой Iris или Vega. Да, поиграть в новинки получится разве что на минималках, но нужно понимать, что это не их главная задача. Самое важное здесь, что такие видеокарты играющие вытягивают 4К видео и позволяют неплохо заниматься даже монтажом Full HD роликов. Ну а уж любая обработка фото пойдет просто в лед. И даже в случае с такими относительно свежими процессорами, которым временами и года нет, я рекомендую отказаться от двухядерных решений, то есть от Core i3. Да, тут новая архитектура и частота под 4 ГГц, да, есть гипертрейдинг и 4 потока, но все еще два ядра в 2022 году не дают никакого запаса на будущее. Есть ли тут важные нюансы? Конечно, и самое основное это возможность настраивать теплопакет в очень широких пределах, причем временами даже шире, чем разрешает производитель. Это приводит нас к тому, что формально одинаковые процессоры оказываются в разных ультрабуках, очень разными по производительности. Это же касается и интегрированной графики, которая делит с CPU теплопакет. При этом его точную цифру узнать получится только из обзоров. Производители решили, что грузить пользователей такими лишними данными не нужно. Поэтому внимательно изучаем, как ведет себя понравившийся вам процессор в нужном вам ноутбуке. Какие у него есть режимы производительности и как меняется TDP при отключении от сети. Это важно, ведь ультрабук все же портативное устройство. Также имеет смысл забыть... Ну-ка... Также имеет смысл забыть в ультрабуках про дискретные видеокарты. Тут все просто. Они имели смысл лет пять назад, когда интегрированная графика у Intel не могла совсем ничего и даже простенькая дискретная затычка от Nvidia поднимала графическую производительность в разы. Сейчас же, когда Intel XE вполне себе навязывают конкуренцию затычкам линейки Nvidia MX, большого смысла в них нет. Разве что нужный вам софт получает серьезный буст при работе на таких видеокартах. Во всех других случаях стоит остановиться на интегряшках. По производительности потеряете слабо, а вот по энергоэффективности и автономности неплохо выиграете. Ну и разумеется, стоит поговорить про ОЗУ и накопитель. Это тот момент, где производителей лэптопов прямо стоит похвалить. Дело в том, что так нужный интегрированный графики двухканальный режим работы памяти есть буквально во всех ультрабуках. Более того, исчезла дурная привычка ставить в базовые версии портативных лэптопов жесткие диски, которые ощутимо тормозят работу, да еще и весят много. И последний важный критерий, который отличает мультимедийный ноутбук от ультрабука, это емкость аккумулятора. Да, именно емкость, а не указанная производителем время автономной работы. Почему? Ответ очевиден. Со временем работы вдали от розетки мухлюют абсолютно все производители. Конечно, можно поставить в ноутбук смартфонный аккумулятор, скрутить подсветку в ноль, урезать процессор до уровня калькулятора и в таком режиме получится проработать с десяток часов. Но на деле, если соблюдать баланс между комфортной работой и автономностью, то в среднем современные 13-14 дюймовые ноутбуки с энергоэффективными процессорами при серфинге в интернете потребляют около 10 Вт. Вот и считаем. Если производитель поставил в лэптоп аккумулятор на 45 Вт-часов и гордо заявляет о 13 часов автонома, на деле вы получите 4-5. А с учетом того, что ультрабук должен быть автономен, имеет смысл смотреть на модели с аккумуляторами не меньше, чем на 55-60 Вт-часов. Это позволит вам работать вдали от розетки 6-7 часов, а слегка урезать производительность или яркость дисплея все 8, то есть полный рабочий день. Мы разобрали основные пункты о современных ультрабуках и остаются только некоторые нюансы, как хорошие, так и плохие. И начнем ради разнообразия с последних, а именно с динамиков. Да, мы живем в мире победившего беспроводного звука, когда удобство выиграло у качества, и, к сожалению, это коснулось и ультрабуков. Причем, что иронично, найти игровой ноутбук с хорошими динамиками и сабом вообще не проблема. И это при том, что играют ради лучшего погружения многие в наушниках. А вот ультрабуки, которые зачастую хочется использовать как колонки, например, при просмотре фильма, в массе своей оснащаются лютыми пищалками вообще без басов и задранными верхами. Для просмотра роликов с YouTube такого качества более-менее хватит, но вот любимые песни будут звучать совсем не так, как хочется. И это проблема подавляющего большинства ультрабуков. Более того, это не мешает компаниям вешать на свои лэптопы ярлыки типа Dolby Atmos, Dolby нормально, Harmon Kardon и прочие, которые на деле ровным счетом ничего не означают. Реально над качеством звучания своих ультрабуков задумываются лишь Huawei и товарищи из Apple. В случае с остальными решениями совет тут один. Готовьте портативную колонку, если вам важно качество звука. И звук не единственная больная тема большинства ультрабуков. Флешмоб «Уберем порты» и запущенный Apple пяток лет назад привел к удручающим последствиям в сегменте топовых ультрабуков, где Lenovo теперь решила, что не нужен нам этот HDMI, а Asus в своих ZenBook пошла еще дальше и даже 3.5 Jack убрала. Конечно, найти модели с большим количеством портов еще можно, но с каждым годом это становится все труднее. А вот беспроводное будущее что-то так активно пока не приближается. На улице уже стемнело, давайте теперь о хорошем. Если в конфигураторах вы примените наши советы по производительности, экрану и USB-C, то модели в выдаче автоматом будут с неплохим металлическим корпусом, клавиатурой и тачпадом. Также радует, что и металлические корпуса перестали быть чем-то премиальным. Лэптопы с металлическими крышками можно найти даже дешевле 30 тысяч. Это же касается и клавиатур. Подсветка больше не редкость, да и само качество ощутимо выросло. И самое удивительное, в кои-то веки производители стали действительно продумывать системы охлаждения ультрабуков. Теперь нередко в 14-дюймовом корпусе можно найти и парочку турбин, но уж две теплотрубки стали просто нормой. Так что проблем с перегревом у современных ультрабуков практически нет, как минимум при работе в сбалансированном режиме. Ну вот, мы разобрались с основными нюансами выбора текущих ультрабуков, так что вернемся к тем, кто решил записаться в секту ждунов новинок с DDR5. И тут, как обычно, есть хорошая новость и плохая. Хорошая. Первые ультрабуки с Core 12-го поколения и Ryzen 6000U уже есть в продаже за рубежом. Причем некоторые, например, новые Xiaomi Redmi Book уже можно заказать на Алиэкспресс. Плохая новость, в России их нет от слова совсем. На свежих Ryzen вообще ни одной модели, а на Core 12-го поколения только топовые игровые лэптопы. Так что появление новинок в России туманно, но возможно с этим помогут челноки с востока. Ну что, друзья, я думаю, теперь у вас есть вся информация по выбору и подбору себе ультрабуков. Если вам понравилась информация, ставьте лайк. Будете ли вы ждать или выбрали конкретную модель, пишите об этом в комментариях. Не забывайте, что у нас есть сообщество ВКонтакте, там мы публикуем самые интересные IT-новости и Телеграм-канал. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Увидимся в комментариях. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok